всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука сегодня 15 мая я вот подошла к этим томатам рассказать про завалинки видео ну как видео ответ дать но и сейчас сразу же вспомнила что вчера или позавчера читала комментарий как подвязывать вот эти детерминатные томаты но там не указано что какие именно детерминатные сейчас сразу поясню когда стоит вопрос как покажите как подвязывать детерминатные томаты но вы должны знать что детерминатные томаты одни от других это рознь вот это вот у меня детерминатные например но он штамбовый а есть детерминатные но детерминатные это что значит вообще что он сам вершкуется с ограниченным с ограниченной высотой вот например любимый праздник он тоже считается детерминатный но он полтора метра вырастает и его подвязываем Так же, как все крупноплодные А вот эти детерминатные, штамбовые Я подвязываю, если вы о них имели ввиду Потому что их я все показывала часто последние дни Их я подвязываю также под первой Вот видите, где веревочка Под первой цветочной, то есть плодовой кистью Почему именно так? Вот первую подвязку делаю здесь Ну, всем ясно, сейчас кисти начнут наливаться И именно здесь нужно, чтобы они удерживались Чтобы они не клонились Чтобы они не сломали томат Потом, возможно, я больше и не буду делать подвязку Это вот самые основные такие кисти Если потом нужно будет, следующие Я опять буду делать под цветочной плодовой кистью Вот так вот И еще Некоторые, ведь вообще не подвязывают такие томаты Вот эти вот, которые детерминатные, штамбовые Они могут, если без подвязки Вот смотрите, вы их сейчас оставили бы Без подвязки, без кала Начинает вот это наливаться нижние кисти Они просто наклонятся и улягутся Вот здесь будут лежать Но многие последние годы пишут, что на земле Выращивать невозможно Слизни съедают Или там начинают болеть они от фитофторы Но у меня фитофторы не было последние годы Очень-очень давно Не было с тех пор, как я прекратила работать И начала больше посвящать время огороду Раньше, когда я занималась, ну как официально работой И в огород заскакивала просто, чтобы посадить А потом, чтобы собрать томаты У меня фитофторы была И я поняла, что если хорошо ухаживать за томатами То можно от фитофторы избавиться раз и навсегда Но вот по подвязку я сказала Вот подвязываю под такой вот Как вот под этой кисточкой Видите, что у меня все так Сейчас в следующий перейду Все так подвязаны Так, ну-ка Надя, посторонись-ка маленько Вот видите, вот этот тоже Вот она у нас подвязка Вот она подвязка Вот она кисть формируется Все, ничего сложного в этом нет И сразу же скажу про посынкование Многие спрашивают, как их посынковать Нужно ли их формировать Это зависит только от вас Смотрите, вот видите Вот они выросли у него, пасынки Вот они выросли у него, пасынки И вообще вы можете их не удалять Но я сразу предупреждаю Что если вы оставите все пасынки Видите, они уже с кистями Ясно, что на них на всех будут помидорки Помидорок будет много Но они будут помельче Чем в том случае Если вы вот эти пасынки сейчас все удалите Оставите только вот, например, эту основную Ну как по обычному сценарию Потом вот следующее Вот это будет завязываться Они будут уже полновесные Такие большие А если вы вот эти пасынки оставите Он будет такой томат-шар Весь увешанный Маленькими вот такими вот Перцевидными крошечными томатиками Это мы решаем сами Потому что не получится, чтобы и много, и крупные Тут мы должны выбрать Вам важен размер плодов, чтобы они были полновесные такие Или вам важно количество Ну в смысле, или вам не важен размер А просто пусть их будет хоть сколько Хоть какого размера все съедим Есть люди и так, и так выращивают Если вы спросите, как я делаю Я делаю по времени Если мне хватит время Я выщипаю вот эти пасынки Тогда он будет красивее Тут будет голенький стволик Тут будут такие увесистые кисти И дальше он будет весь в томатах Но если не будет время Значит останутся вот эти Он тоже будет красивый Он будет шарообразный Весь вот в таких сарделечках Сейчас они приобретут красный цвет Будет вообще загляденье Все, до свидания И еще что хорошо с этими томатами Их можно не подвязывать Очень долго Помните, я их высадила же давно-давно А они такие крепыши вот стоят И сейчас я палки-то поставила А подвязывать не подвязывала Сейчас я вот когда все высажу Всех остальных Тогда возьмусь за подвязку И подвязывать буду Как я вам уже говорила Вот видите, вот они цветочки А под ними прям вот за это хоп Я... О, подождите Попадает рука или нет Не могу спросить Вот тут И прицеплю к колушку Иногда одной этой подвязки достаточно Чтобы они под тяжестью плодов Не завалились И дальше у них ствол уже хороший Ну такой тверденький Дальше они будут стоять Сами самостоятельно О, подождите Попадает рука